Всем привет и сегодня расскажу про супер легкий и качественный рюкзак, который весит всего лишь 540 граммов. Выпускает его фирма 3F Ultra Light Gear, который специализируется на супер легких вещах для походов. Этот рюкзак доступен в нескольких размерах. Если рост больше 175 см, то надо брать размер L. Бывает на 26 или 38 литров основного отделения. У меня модель синего цвета на 38 литров и размер L. В изготовлении этого рюкзака используются два типа ткани. Верхняя часть, куда засовываем вещи, сделана из материала кордура. А основной материал ткани синего цвета это сверхлегкий высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности, который разработан для использования в экстремальных условиях. Продавец отправляет рюкзак в картонной коробке, чтобы не повредили на почте. В комплекте есть небольшой складной коврик, который вставляется в спинку рюкзака, чтобы в спину ничего не врезалось. Или можно его использовать как сидушку. Коврик весит 60 граммов. Но я предпочитаю засовывать во внутрь рюкзака свой коврик. Тогда получается отличный каркас и рюкзак хорошо держит форму, а в спину ничего не впивается. Сбоку у рюкзака находятся стяжки, на которые можно закрепить трекинговые палки. Обычный коврик-пенку сюда не втиснешь. По бокам есть два больших сетчатых кармана по 2 литра каждый. Для надежности можно стянуть карман резинкой с пластиковой фурнитурой. Внешний сетчатый карман рассчитан на 6 литров. Сюда можно положить вещи, которые надо посушить. Дополнительно с этой стороны можно установить резинку с фурнитурой, которые идут в комплекте с данным рюкзаком. Длина резинки 3 метра и турист сам ее обрезает. Хоть рюкзак не предназначен для тяжелых вещей, но плечевые лямки здесь очень широкие и мягкие. При носке не натирают шею и плечи. С внутренней стороны, как и спинка, сделана из материала, который улучшает проветриваемость. По бокам от лямок есть отверстия, в которые можно проснуть шланг гидропака или наушники. В нижней части спины есть небольшая подушечка, которая фиксируется на липучке. Набедренные лямки имеют посечистому карман с фиксацией на липучку. Сюда можно положить какую-то мелочевку, которую часто используешь. Соединяю лямки пластиковой защёлкой. Все части прошиты очень хорошо и торчащих ниток я не заметил. Качество пластиковых элементов оценить пока что сложно, потому что в поход за этим рюкзаком я ходил всего лишь два раза. Ну и давайте теперь покажу, что у меня было в этом рюкзаке. С собой я взял штатив, коврик, спальник, пилу, ультралегкую палатку весом 1400 граммов, обзор на которой был на канале совсем недавно, экшн-камеру, свою зеркальную камеру, ветровку, трусы, носки, термобельё, кружку, ложку, кастрюльку, баллон газа, горелку, запасную майку, кабель для мобилы, бутылку воды, фонарик, надувную подушку и флисовую кофту. Самое главное при использовании рюкзака правильно его закрепить на себе. Регулировать стропы надо с надетым рюкзаком, чтобы нижние лямки сидели на середине косточек бёдер, и тогда большая часть веса будет приходиться сюда, а не давить на плечи. Ещё важно правильно складывать вещи. Вниз я кладу спальник, а дальше ближе к спине укладываю самые тяжёлые вещи. И в конце сверху кладу лёгкие вещи типа одежды. Таким образом вес от снаряжения лучше всего распределяется по спине. Кому-то может не хватать внутренних небольших кармашков, но всё это плата за супер маленький вес. Каркасов в этом рюкзаке нет, потому что комфортный вес снаряжения должен быть в районе 11 кг. Но каркас можно сделать пенкой, если засунуть её вовнутрь. Рюкзак мне очень понравился и сделан качественно. Если ищете лёгкий рюкзак для походов на себя одного или не планируете нести более 11-12 кг, ну а когда я несу снаряжение за двоих, то я беру свой рюкзак с алюминиевой рамой на 2 кг, в котором в прошлый раз тянул 18 кг веса. Спасибо всем за внимание и советую посмотреть обзор на супер лёгкую палатку. Оцените это видео в правом верхнем углу по пятибалльной системе, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока!